Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Второго Послания Святого Апостола Павла Коринфяна, глава 1, стихи с 1 по 7. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа и Тимофей брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайи. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим, и надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы приступаем с вами к ченю второго послания святого апостола Павла Коринфянам. Действительно, возникли новые проблемы, возникли новые потребности, и апостол Павел пишет в Коринф новое письмо. И это второе послание, второе письмо, является ответом на, скажем так, те вопрошения, которые возникли у Коринфян, и они прислали ответом эти вопрошения на первое послание апостола Павла. И вот мы с вами начинаем первые приветственные слова апостола. И сразу он как бы заявляет о своем апостольстве. С первых строк мы читаем Павел волею Божию апостол Иисуса Христа и Тимофей брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе со всеми святыми по всей Ахае. Вот это первоначальное обращение. Заметьте первые слова. Павел волею Божию апостол. Другие послания, он начинает апостол Павел, Павел апостол, но здесь он присовокупляет волею Божию. Почему? Потому что были некие лжеапостолы, некие противники апостола Павла, которые утверждали, что, дескать, он не апостол. И выглядит он неказисто, и так грозен, и велеречив. Он только в своих посланиях. Наглядно же он тих и скромен. Он не говорит о каких-то невероятных мистических видениях. Он не ссылается на верховных апостолов. Ну, какой же он апостол? И с первых же строк данного послания апостол Павел говорит о том, что волею Божию не я сам украл это звание, как вот эти лжецы, которые противопоставляют свое видение проповеди Евангелия, которые я несу. Апостол Павел. Соответственно, еще чем интересен вот сегодняшний первый стих, а тем, что мы видим, что это послание написано в соавторстве. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, и так далее. Что они, каким приветствием они приветствуют церковь? Второй стих говорит нам об этом. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Первое, что несут апостолы людям – благодать и мир. Благодать – особое состояние, особое пребывание естества человеческого, которое приносит и мир, и утешение, и радость, и уверенность в Боге, уверенность в Его спасителям действия, а также дары Святого Духа. Вот это желает апостол со своим соавтором Тимофеем в коринфской общине. Далее, о чем он пишет. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Очень важные слова сегодня. Непростое время. Очень часто в своем служении, священническом, с небогатым опытом, но какой у меня есть опыт, вижу, что появляется очень много людей в состоянии стресса. Внешние скорби, которые обрушиваются на голову человека в этом быстро меняющемся мире, не каждый может выдержать. И люди срываются, происходят у людей истерики, и есть стресс у людей, сильный стресс. И нам вот сегодня очень важно помнить о том, что мы всегда можем найти, обрести покой в Боге. «Ибо Господь есть Отец милосердия и Бог всякого утешения». Действительно, нет такого случая, нет такого греха, который не простил бы Бог, и нет такой скорби, который не смог бы утешить Господь. Ибо Сам Он претерпел все — предательство, смерть, страдания, смерть близких. Он все знает, Он все пережил Сам, и поэтому может подать нам утешение. И вот апостол Павел говорит об утешении, которое и апостолы могут преподать людям. Бог, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Я знаю, что данную передачу смотрят и священнослужители, и прежде всего хочу обратиться к ним и сказать, что во многом данный текст обращен и к священникам, которые несут свое служение, ошибаются, совершают грехи, но несут, несут дальше, несмотря на то, что сами порой оступаются и совершают грех. Так вот, мы должны с вами, дорогие братья, двигаться вперед и преодолевать. Мы должны терпеть то поношение, то те стесненные обстоятельства, в которых мы находимся, дабы могли, преодолевая это с помощью Божией, принести плоды утешения, которые подает нам Господь по сомым нами чадом. Ну и всем христианам, на самом деле, Господь посылает испытания, посылает скорби, претерпевая которые, преодолевая их в Боге, терпят до конца, ибо претерпевший до конца спасется, мы можем преподать со смирением урок ближнему. И апостол Павел здесь говорит об очень важной вещи. Не будем перечитывать заново эти строки, вы можете сами их прочитать, но о чем они нам говорят? О том, что прежде чем начать кого-то утешать, нужно сначала встать на его сторону, ну а желательно еще говорить с высоты своего опыта. Вспомните послание Галатам, когда апостол Павел говорит, если вы видите человека, впадшего в грехи, исправляйте такового духом кротости. Но часто мы стремимся учить людей, исходя только из книжных знаний. Мы прочитали в Евангелии, прощайте врагов ваших, и стремимся доказать человеку, который находится в тяжелом положении, в каких-то скорбях, сами, не оказавшись на его месте, мы начинаем его учить, как ему жить, как ему претерпевать, но сами никогда на его месте не были. Очень важно, что апостол Павел говорит сегодня о тех скорбях, о том утешении, которые сначала подает Бог апостолам, и они могут его, претерпев эти скорби, передать по самым чадам. То же самое и с утешением. Поэтому очень важно стремиться жить духовной жизнью самому. И в виде искушения, в виде искушения правильно поддержать человека, не заниматься учительством и книжничеством, не, скажем так, надмиваться своими какими-то скудными, на самом деле, знаниями, а именно просто утешить человека. Утешить тем утешением, которыми сами утешились. Но мы сами порой падаем, и пребываем в скорбях, и ищем утешение не в Боге, а в каких-то греховных страстях. Сами оступаемся, и не можем преподать истинного утешения. Поэтому дай Бог нам всем сегодня, по словам апостола Павла, претерпевать скорби с внутренней надеждой, с упованием на Господа Бога до самого конца, и нести людям именно это утешение, которое получим от Господа. Быть действительным источником любви и благодати Божией, ибо через людей действует Господь. Через нас, через греховных людей, мы можем получить утешение, и можем его преподать. Поэтому стремитесь, и Церковь сегодня нас к этому призывает, стремитесь быть утешением для других людей. Будем молиться, и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе, и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое при высшем небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова